доброе утро друзья чем я занимаюсь пока ребенок в садике да вот этим сижу часами напролет за компьютером и верстаю свой курс немецкого такой вот увлекательный у меня процесс но я надеюсь скоро он все-таки уже завершится я закончила делать лексические списки которые делала всю прошлую неделю наконец-то завтра все финально оформление доделаю буду подгружать потеплее на ветерок я иду с собой копательные принадлежности артемии сейчас пойдем на площадку я буду сидеть снова сидеть в соцсетях хоть посижу немножко запарилась вот чего я так долго ждала чтобы идти с ребенком гулять и при этом просто сидеть на скамеечке ура ура мечты сбывается птички чирикают и пригревает так неплохо я знаю что в городе да вот как бы именно в питере сейчас вообще тепло тепло на окраине города то есть залив рядом у нас иногда разница градуса 4 это прямо чувствую сейчас ветер будет например и кстати смотрела прогнозы обещают лето такое с грозами и душное то есть угрозы дожди то жара не хочу только август вроде нормальный но в августе мне как раз уже будет неважно месте такая сильная жара копатель великий нарисовал мне рисунок сегодня садики у нас рисунки однотипные пока вот это я ведь она у меня даже глаза и даже нос есть даже руки волосы давно это пока еще нету появится чуть попозже у меня уже целая подборочка таких рисунков дома ну как успешно не копается там корень что ли я мы только вчера стирала всю одежду не знаю зачем молоток забить лопату в песок не молотка нету смотри лопату не сломай я насмотрелась на ю тубе всяких разных рецептов и решила немножко сегодня отойти от принципа ппп и сделать куриные шницели на самом деле получилось вкусно поэтому рецепт рассказываю вам я взяла куриное филе нарезала его тонкими плоскими кусочками и дальше обжаривала но перед этим я обмакивала это филе каждый кусочек сначала в муку затем в яйцо и затем в яиц яйца я кстати подсолила чтобы дополнительно мясо как-то не солить да там не посыпать сверху можно еще специи добавить меня пока попробовала так вот и получилось достаточно вкусно жарила я на масле да но добавляла его старалась поменьше потому что обычно мы вообще тушим все мясо на воде то есть жареное у нас бывает дай бог раз в неделю на столе я не очень это приветствую мне нравится правильное питание много овощей много круп и тушеное мясо вот хочу рыбу кстати заказать на днях очень хочется приготовить я думаю что нибудь тоже вкусненькая я смогу сделать в общем эту курочку оценил даже артемий для меня это показатель потому что у нас есть далеко не все так что наверное иногда буду повторять этот рецепт торчу на кухне уже два часа уже третий пошел почти до жарила мясо короче вы пришли кучка сделать сделала супчик готов и гречку потому что артемий очень любит гречку мясо получился целый контейнер надеюсь на три дня хватит кстати у меня так чешется живот второй день он растет и кожа растягивается я естественно мажу кремом но это мало помогает короче я держусь из последних сил так что животик прям рванул сейчас но я помню что с артемием у меня примерно на этом же на сроке очень начал расти живот то есть я сама даже по моему вес как-то особо не набирала а живут прям жюх и тоже я думаю что происходит на что одежда становилась мала кстати смотрите как светло это просто мне так непривычно вот только садится солнце восемь вечера и ну короче светло как днем так оно и есть просто день за окном так для меня это странно потому что всю зиму ну сами знаете четыре часа уже закат в пять уже ночь тут восемь вечера и светло это клево жду когда тут все зелененькое будет хожу носом шмыгла тоже береза начала чуть-чуть у нас тут оживать оживляться я кстати успела параллельно поменять постельное белье параллельно с готовкой настирать уже завтра буду поэтому все сложила завтра постираю уже теме сидит яблоко хомячит после садика гуляем приходим и он часа полтора просто сидит и все подряд сметает голодный ребенок красота лепота хороший день продуктивный очень я уже устала сегодня что вторник у меня слишком много работы когда там выходные но я шучу надо надо мне делать у меня прям ощущение что я не успеваю со своим курсом потому что некоторые вещи занимают больше времени чем думаешь я думала я сейчас такая раз 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 на чистовую 10 в первых уроках оформлю там дня за три а в итоге больше недели у меня ушло на оформление файлов для первого урока ну дальше так не будет дальше уже быстренько пойдет ну просто вот так вот хопа минус неделя недель то мало осталось я очень хочу киеву запуститься вообще хотела в мае но это нереально хотя я вот каждый день сижу там по шесть часов больше все равно ну как есть я вот поэтому когда я вижу как некоторые блогеры такие ооо я там решила для вас сделать супер курс вот мы сидели две недели всей команды ночами не спали это будет бомба это инновация такая реклама идет что можно сделать за две недели я не понимаю я реально полтора года занимаюсь своим курсом да я одна без команды если бы я это сделала с командой я бы это сделала в три раза быстрее не полтора года а за полгода ну не за две недели это чушь какая-то собачья короче настоящий хороший инфопродукт он не может создаваться на коренке за две недели это нереально это можно я даже не знаю что я могу сделать за две недели курс по постановке произношения нет это месяца два минимум по запоминанию слов но он тоже так быстро не делается нет там пока материалы все сделаешь это уже не месяц больше курсы для разных уровней вот такие вот длинные круча я не знаю но когда я доделаю вот этот свой Б1 я потом хочу ну я его запущу естественно и потом буду какие-то небольшие курсы делать какие-то живые уроки проводить ну то есть не так что я такая сделала курсы и все адьёс просто по мере возможностей своих физических уже на тот момент буду продолжать что-то новенькое также создавать запускать потому что для меня это интересно я не помню рассказывала или нет я смотрела видео на ютубе о нашем российском ученом я забыла его фамилию короче он расшифровал язык майя и мне было так интересно слушать про методику всего этого как он это делал я поняла что я такой лингвист вообще до мозга костей это настолько интересно вот эта вся история языка письменность вот эти все совпадения как это все делается просто я не могу простым языком это вам объяснить без каких-то таких терминов лингвистических я не знаю почему я голову забивать это именно уже такая лингвистика в плане ну есть лингвисты которые лингвист да это человек который занимается языками есть которые например специализируются на каком-то языке ну вот как я да я германист есть мульти лингвисты у них фишка в том что они там десять языков учат я бы тоже могла честно это не сложно просто мотивации нету то есть я могу я спокойно могу себе представить что я говорю свободно на пяти языках иностранных а не на двух то есть не вижу в этом ничего такого вау фантастика то есть это просто люди которые монотонно над этим всем работали у меня есть такая знакомая вот еще есть лингвисты которые изучают древние языки или лингвисты которые именно на не знаю на стилистике языка специализируются на фонетике на произношении ну в общем разные отрасли ку-ку а то меня один раз давно надо было меня один раз давно забрать вечером потому что Глеб хотел тем пальчиком вечером что-то показать не помню что это не сегодня он говорил тоже давно а расскажи про ракету подписчикам а у нас там в садике на карету села ракета карета это у них на детской площадке представляете села ракета на карету и что случилось а я вынужден что прибежал в доме хотя на него тоже я тебе не рассказала садилась ракета но он был крепче он не взорвался а карета взорвалась да грибила Глеба шевелела представляете что в садике пускали ракета взорвала взорвала но потом они спаслись да да они не спаслись не спаслись но потом на обед пришли все равно да или обедать не пришли уже не пришли не пришли вот так история в общем это мимо трактора не приезжала и родилась такая история как фантазера снимай кстати свое полотенце выкинь его тоже в кучу в стирку сейчас свежее полотенце повешу да осталось два кусочка мне пожарить сейчас я поем суп чуть-чуть перед сном такой он вкусный получился хотя конечно суп на ночь так себе идея но с другой стороны я и так теперь почти всегда встаю ночью как меня это донимает мне казалось этот период начинается попозже когда начинаешь бегать в туалет но нет то есть сколько у меня двадцать четыре недели вот как двадцать четыре недели начались так я и начала все гулять едем я где туалет это жесть я помню на поздних сроках с Артемием я иногда я один раз спустилась в метро и пока я ехала на эскалаторе я поняла что мне срочно надо в туалет я поднялась там потому что были общественные туалеты около метро сходила в туалет и снова спустилась в метро мне надо было проехать две станции я не могла их проехать а как-то я Алишера заставила на Каде остановить машину плоток чего плоток? я кстати в него сморкался ну так выкинь его чего ты на стол покладешь если ты в него сморкался покладывай мне этот мусор так что это так что суп погода мне не сделать уже ну уже эта курица зажарится блин так долго это все хорошо что посуду не надо мы сейчас с домой все это давай все эти три тарелки которые испачкала так ладно все я как всегда вам наболтала на 10 минут ну не только я Артеми это заболтала увидимся короче завтра очередной трудодень желаю вам вообще хорошей рабочей недели чтобы у вас был тоже энтузиазм работать вам было интересно делать то что вы делаете и вы тоже получали удовольствие от результатов своей работы и искренне ей интересовались кстати напишите мне в комментариях кем вы работаете вот мне кажется я никогда такой вопрос не задавала я спрашивала откуда вы сколько лет сколько детей а вот какие профессии я не спрашивала напишите мне интересно буду читать коменты завтра ваши с утра что надо сдуть не знаю все пока пока вот кстати вот это покажи дульку эту вот так она работает эта игрушка которую мы от мамы забрали а это Артемий так поспал поэтому у него такая прическа на голове мы вчера вечером он голову помыл и вот лег спать хотя я высушила волосы он с этим вихром так и ходит она не исправляется все вот теперь точно до завтра пока и и а и Субтитры сделал DimaTorzok